Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Тут недавно я поставил ролик «Воспоминания об отце». Те говорят, а надо воспоминания о матери. Ну, в чём воспоминания-то? Как будто бы ничего и нет, а когда стал думать, много набирается. Я тут взял книги, в книгах, где с матерью, а фамилия её была в девичестве, Чуна Рёва Мария Егоровна, и отец Егор Илларионович. Ну, только остальное это всё до моего возраста, когда я помнил, то есть их разговоров. Мать рассказывала, что запомнилась. Вот такой интересный случай, можно сказать. Мы как-то идём на Карповку, а её родители жили от нас за 35 километров, от Потеряевки до Шарщина, вот степью через урывку, ну, 20 в среднем километров. Потом Бор, я не знаю, какой Космолинский, или какой Ленточный Бор, 10 километров. И на той стороне посёлок Карповка, там ещё 5 километров. Конзавод номер 140, там они жили. Там даже мне воспоминания остались. Там я где-то до 4-х, наверное, лет был, держали. Там они раньше жили. И мать говорит, вот как она вышла, называется самокруткой. Безволя родителей за отца. Отец мой, видимо, им понравился и так. И вот они, те и другие, это были кержаки. Володя, выброси её или ещё потихоньку. Она вякает тут. Или закрыть там двери, чтобы на улице не выскочила. Нет, где-то в подпол. Вот окошко кричит тут, чтобы... Ну и мать там воспоминания, вспоминает о такие моменты, как что-то не угодило на отцу. На Карповке ещё были. Что-то она, мать там, не по воле его сделала, а он осерчал, как называется, не осердился, осерчал. И он пошёл в неё полгрядки морковки вырвал на огороде, как будто морковка виновата. Вот так интересно. А у матери были три дяди. Макар, Пиларет, Эммануил. А у отца тоже три брата. Значит, Степан, Амос и Наумов. Имена-то какие у всех-то. И будто бы дядя, когда приехали из Рязани, отец-то наш Рязанский мужик, а мать Горянка, в горах они жили, у Щерышки, что ли, район где-то здесь. Оттуда, в Горнобирск. Когда раскулачивают вначале, дед выбрал именно совхоз. Карповка была совхоз, а по тереке колхоз. А в колхозе трудодень наработали, а трудодень ещё по осени будет. Трудодни есть, а это ничего неизвестно, что будет. Бывает, ничего на них нету. А бывает, и дадут там, замеряю, сколько пшеницы надо в день, можно было трудодень два заработать. А больше-то... Ну, это примеры всё это. И вот, уже когда я уже обратился к Богу, я поэтапно так не могу ровно рассказывать, потому что события разные были, воспоминания. И мы с матерью поехали на Карповку. Она пожелала, я сопровождал её. На чём мы поехали? Да я не знаю даже. Кто-то нас или привёз, или пешком. Главное-то пешком. Но она с родителями, дедушка-то умер. А Устини-то Ивана, мать, была перевезённая с Карповки в Потеряевку, и в Потеряевке её могила рядом с матерью-то. А дедушкина там осталась сказать родина для них. Это не родина. Дед-то тоже попутно вспомнить. Он научился грамоте в окопах. Первой германской. Ну, первая была перед революцией. И научился хорошо. Печняком работал. Стал продавцом. И сколько лет работал он, и ни одного у него не было. Ни копейки. Ни туда, ни сюда. Дебит, кредит. Всё сходилось. И грамотёжки-то нет. А потом, я помню, где бабки собирались, молились. И считали Златоуст. Златоуст — это книга такая толстая. А там и Ниппан, там Василия Великого, Григория Богослова. А общее название книги, такой плящей кожей переплетённой, она у меня была как раз, досталась по наследству. Сейчас я кому-то передал её. Ну вот мы с мамой приехали, и она стала там спрашивать, а где могила её отца? Она давно не была, и забыла. Могила. Мы пошли на могилу, и мама плакала. Вот как это выглядело. Припомнилась моя мама Мария Егоровна, которая с самокруткой, то есть без разрешения её родителей, без их благословения, убежала к моему отцу Тихону. Он тогда был боевой парень, любил выпить. Ну когда, когда праздники, не в такое время-то. А они желали дочери только благо. Жизнь та ушла, и когда я приехал с моей мамой на Карповку, где я родился, и там моя мама разузнала, где могила её отца, нашего деда Егора Илларионовича. И как она распростёрлась на могиле, на заросшем холмике, и рыдала пригорько и неутешно. Просила прощения у родителей-то. И дальше. Это как в станционном смотрителе Пушкина, Александра Сергеевича. Есть такой же эпизод, как дочь Дуняшка-красавица была выкрадена, и так и не вернулась к несчастному отцу. Ну, просчитать станционный смотритель. Я выписку сделал небольшую. А тогда приехал кто-то, кто пишет, и говорит, а проезжие вспоминают ли его, станционного смотрителя? А мальчишка отвечает, да ну немало проезжающих, разве заседатель завернёт, да к тому и не до мёртвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе, и ходила к нему на могилу. Какая барыня? Спросила я с любопытством. Прекрасная барыня, отвечал мальчишка. Ехала она в карете, в шесть лошадей, с тремя маленькими борчатами, и с кормилицей, и с чёрной моськой. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала, и сказала детям, сидите смирно, а я схожу на кладбище. А я было вызвался довезти её, а барыня сказала, я сама дорогу знаю, и дала мне пятак серебром. Такая добрая барыня! Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не ограждённое, усеянное деревянными крестами, это он уже кто пишет, не осенённым, ни единым деревцом. Отруду не видал и такого печального кладбища. Вот могила старого смотрителя, сказал мне мальчик, спрыгнув на груду песка, в который врыт был чёрный крест медным образом. И барыня приходила сюда, спросил я. «Приходила», отвечал Ванька. Я смотрел на неё издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала папа, дала ему денег и поехала. А мне дала пятак серебром, славная барыня. И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже о поездке, ни о семи рублях, ни о страченных. Я дальше пишу. «Как плакал Давид при известии о смерти сына Виссалома? Здесь речь шла о слезах. Это на моём форуме. Вот. Я помню, мать, когда меня больше привезли уже из Карповки жить в Потеряевку, я не хотел и убегал от них. Потому что, я говорю, у вас хлеб чёрный, как земля в Потеряевке. Ну, а остальное я всё помню, только, как мама работала. Отец-то одна рука, а скотина косить надо, овечки, корова. А тут Бабкина ещё корову разрешили держать. Тогда же было как? Корову больше нельзя. Или свинью, или овечки. Вот интересно, какая власть была. Гробил. Это в мирное время. Хрущёв бесноватый это всё. Пахали всё, и солонцы глупые и дурные. Миллионы тонн плодородной земли разнесло. Пыльные бури никогда. Ну, ничего не умеют. Ну, какие? Банда пришла к власти. Это я попутно. И вот показать, и фотографии-то где-то есть, лежат хорошие, Владя. А здесь вот показать я с мамой во фрунзе. Это у меня второй том открытым оком. Фотография. Мама сидит. Сделайте более вертикально. Более вертикально. Вот так. Вот так? Да-да-да. Может поднести лучше? Не-не-не, нормально. А вот внизу мама болела. И я лёг рядом с ней. Это уже в Потеряевке. Я так в хронологии-то не под порядку буду рассказывать. Но всё-таки. Вот. А здесь вот Потеряевку когда начали строить. И вот первый год, первая зима. Тут приехал зять. Вот Михаил. Пётр. Это зятилья её. Там батюшка с Людмилой. А вот мама. Вот пальцем показываю. Мама. Ну, фотографии лучше. Но это же в книге. Пока перепечатали. Ну, примерно так видно хотя бы. Вот я сейчас утром маленько подготовился. А это вот я был уже в Воронцовку, куда они уехали. приехал я с гостями. Так. Тут у меня Надежда Васильевна стоит отца Тихона под руку держит. Под правой. А вот видно, что у него там пустой рукав. А тут мама стоит. Вот она какая. А тут я остаюсь с ребёнком. С племянником. И попутно тут показать хотел я по себе. Тоже фотографии не придётся. В десятом классе. В десятом учитель физкультуры был. Вот этот к военному делу стремился. Гладышев вот этот мальчик пятёрочник был, говорит. у нас да. И что-то у него сделал с отецом учитель. Такие вопросы задавал. Я их даже не знал в классе. Всё время пятёрки. А потом что-то у него было, не знаю даже. Валерий назвать. Это Володя. Это вот я сижу. А когда общий классный был, я не стал фотографироваться. Из-за чего сам не знаю. Общий класс был и я не пошёл и всё. Ну не знаю. И вот это первый том открытым окном. а вот это вот это первое издание было за слово Божие нетуз. И в первом издании вот я в Латвии и мама узнала, что я там слава Иисусу Христу. Хотя она меня проверяет, как у меня дела. Вот мама стоит. Это Михаил и Анна, через которых я получил Евангелие Еремеевы. Михаил Александрович и Анна Матвеевна. А это моя мама. А она стала беспокоиться. Евангелия то дома не было, я стал писать. И она неграмотная женщина. Представьте, из Потеряевки, Алтайский край, туда приехала. На вокзалах, где пересаживалась, всё нашла. Побыла и успокоилась. Она подумала, что я куда-то попал в нехорошее место, и она учила нас страху Божию. А это брат Иосиф тут был. А это мэр города. Вот он стоит. Да. Баварин. А вот теперь вот ещё у меня одна. Так. Это где А это я хотел показать попутно. Это я был в армии. До этого в морфлоте было, там перевели. А это Надежда Василина. Закончила она 10 классов или училища. Ага, я же хотел тут показать такая редкая фотография. Была довоенная. Да как где она у меня. Это даже интересно. Куда же она делась. Я же не за ее ага. Ну тут попутно показать. Вот моя мама. Это довоенная. У отца две руки на коленях. А я с отцом стою в саду. Он какой-то ломает крещину. я в университете тут веду занятия. Попутно показать. Это я Зоя Крахмальниковой. Вот. Берет интервью для Голоса Америки. Передали. Так. А где же это у меня большая такая фотография была. Отец. Вот это же самое но только она полная. Их три женщины и три мужчины и их мужья. Вот чего ж не ожидал ты. Я же для этого там и брал ее. Сейчас минутку придется подождать. Ага вот она. Вот закладка провалилась. Вот она фотография. Посередине моя мама и отец. Какие сапоги были у них. Женщины все без платков. Это соседка была. Это отцова родная сестра Пелагея Дмитриевна. Это Тихон Дмитриевич. Ну вот это я хотел показать что тут еще можно то. Мама привела нам страх Божий. Вот это вот. Она не знала Евангелия не было. Слово Библии мы не слыхали. Она говорила вот нельзя. То другое. Отец говорил хочешь пить пей. Курить хочешь кури. Свобода. Но не воруй и в карты не играй. Узнай башкот шибу. Отец был насчет этого крутой. Мы боялись и Бог спас нас от этого. Господь. А мать рассказывала как лицевая книга была когда грешник там лжет. Вот это нельзя никак. Там подвешенный за язык будет. Картинки нарисованы. Старинные такие. Если там с женщинами не иметь дела пока тебя родители не благословят. И Бог от этого сохранил. то есть у Бога все это вымерено. Мать страх привела. И через страх что если мука вечная конца не будет она говорила Бог сказал терплю до конца а мучить буду без конца. Такой фразы нет но смысл понятен. То есть не вечно Богу быть пренебрегаемым. Вот это мать была очень сильная рассказывала как то краем уха это услышал. Она работала когда наши здесь стали не раскулачивание а что-то отбирать. Где-то уже видимо в Потеряевке были. И наши бежали ночью все бросили а дом у них там курил мальчик один или сожгли а так стены остались только горелые. Все как вспомнишь она где-то там устроились на работу она мешки носила. Это ужасно. Там больше 70 килограмм по трапу на корабль на баржу. Она была очень сильная. Езжала пасеку. Другой раз ножик где-то потеряет мы спросим а где нож там да я знаю где-то он лежит но мы смеялись лежит он не бегает же тут. И вот она каждому из нас 25 колодок было пчел и она каждому вот это моя это а вот сколько меду накачается то тому и даст а детей это было 10 у нее 12 детей а в живых 10 она мать героиня была в то золотая звездочка 10 детей воспитавшая родившая вот поэтому в честь матери нашей названа улица улица Марии Лапкиной потеряевки одна улица когда спрашивали я уже говорил об этом как назвать я написал в район так и так она мать такая мать героиня отец инвалид войны у матери три брата макар филарет эмануил как-то известно будто бы они работают были и артиллеристами все погибли и она приехала в числе первых на восстановление потерять и тут она упокоилась утвердили а потом в крае утвердили и так улица подписана Марии Лапкиной я помню как мы косили все она при луне днем то работать надо она говорит не каждый день такое счастье то она рыбу ловила бреднем где-то но отец не пойдет одной рукой то вот все мать вспоминается как она косила как метала стена как возили моего ну что-то там ребятишки за узду ведешь а она везде все это чтобы где показывал проехать я вспоминаю какой год не знаю но думаю что сорок пятый был только война кончилась так примерно мы влагу стена собирали они покосили его влагу такой травы не давали асока асока это ну какая это асока она грубая трава и отец с матерью отец сколько он с 10-го года 45-й 35 лет мать мать на 2 года моложе 33 года облака кучевые я знаю где это было я все нашел и когда бывает что-то так я поеду туда и там лога большие и они сено собирают а я залезу кувыркнусь они смеются и вот такое запечатлелось казалось бы пусть я никогда бы дальше такой остался они бы такие но все идет вперед и вот по матери вспоминается так она считать научилась где-то уже в 60 лет сама ее сильно обидели обидели сильно обидели в нашей деревне была когда вот какая власть была людоедская 10 детей и последние две девочки были Татьяна и Марфа и одна из них заболела заболела и сильно заболела она с ней была дома и вот момент когда она была дома учитывая бабка в это время перевезенная была ее мать у которой три сына погибли и она должна была на два дома а бабка в отдельном доме жила ей удобнее так было потом перешла к нам в дом и вот и первый когда сразу стали в колхоз переводить в совхоз и вот власть считает только это если она работала значит но она в этом же колхозе работала но вот этот месяц она не работала она не работала а дать справку в деревне никакую врача не было и 19 лет стажем стажем работу дояркой она дояркой работала нету как будто не было вычеркнули ну какая же это власть я помню мать поплакала все а одна которая была блудница она там с бригадиром и все там то и дали тогда пришли бухгалтер главный к нам на дом бессовестные люди безбожники а у отца держал гусей много и теребил он зажмет гуся и одной рукой теребит и перина перина это не подушки перина пуховая из пуха это несколько лет собирали поперышко они сказали ты перину нам отдай а то мы матери сделаем пенсию отец подумал до чего она работала и не дают ей да может дадут как-то да перину то несколько лет надо ее собирать и не дал ну вот вам тебе и фигу и матери не дали и она потом 60 лет уже было вопрос где была пошла опять на работу чтобы хоть какую-то пенсию дали когда в церковь пойдет было положить хоть копеечку а то власть коммунистическая да как вспомнишь это все душа кровью обливается и мать ничего умылась слезами и ничего ну ничего проживем как-нибудь грешница я поэтому молилась вспоминая как она молилась а потом как-то утром и говорит молитва-то моя видно Богу не угодно я говорю а почему я не понимал еще ничего я же молиться стала а когда очнулась на молитве-то заснула на коленях-то и во сне повернулась и головой на выход молилась-то к иконе головой-то а теперь в другую сторону ну мам ну ты нечаянно да нечаянно я не могла так как же так я только поклонилась и упала 12 коров 3 раза в день продает руками руками это даже сказать нельзя ну попробуй одну корову выдай это ежедневно зимой и летом ни одного дня не бюллетенила нигде рожала и работала работала и рожала даже не выскажешь все это а как вечер наступает коров подоили пришла домой пообедала поужинала и сразу идут на ток ток это около кладбища на взгорке там пшеница была и надо было ее ощущать в план сдавать и они одна машина была одна вручную врос человека вот встанешь и вот так надо крутить ее чтобы там решета две женщины одна с одной стороны держит а другая только вдвоем ее крутить техника такая была и они там это делали там прослушивали что там зерно и вот так на зерно упадут и на зерно какой там мыть или что нет упало и все проснулась а смотрит это орион созвездия они кищи избавили мать скажет время бабоньки идти на уже доить коров это 4 часа в 4 часа вот они упадут там в 12 часов на ворохе сказать нельзя а если надо ребятишек было ну и мы иногда подворовывали маленькие раза два наверное своровали а как пришли в сапожках и играть и когда падали на пшеницу и сапожком маленько пшеница попала идешь она ноги жмет и тогда мать кашку сварит а то мы собирали рыжик лебеду и на поле мороженая картошка вот это все и ни одного больного не было ребенка все здоровые вот надо же так вот я своровал выходит пшеницы где-то килограмма полтора сколько раз сходили отец сторожем там был полтора килограмма а все равно это помнится как воровство выше было умереть да не брать пшеница и вот все вспоминаю как у нас дома было мать никогда не спорила с отцом мы не как они могли так никто их не учил никогда отец что сказал мать скажет полоть не пололи или еще то там я суслика плавил бегала мать даст задание вот два ряда а это пол гектара земли до оттуда я пластаюсь к четырем часам чтобы прополоть как не тяпкой руками траву вырвать а потом два ведра и туда где елбан там у нас далеко это километр наверное и там в воду таскать глубокий глубокий лог и из него дальше суслика вылить поймать его надо когда выливаешь он выскакивает потом просушить его надо а потом ободрать его и шкурку сдать и тебе дадут три копейки ну цена первого сорта была 6 копеек вторая 5,4 4,4 копейки вот надо придумать это все ну а там где принимают это в корчину в шарщину за 20 километров пойти и сдать шкурки чтобы купить велосипед вот а я все попутно говорю и вот работать надо было и вот получилось так мать не знала вот они были без поповцев священства не было мы уже нашли это старообрядческая белокреницкая иерархия и мать загадала на каждого колодка меду кому больше колодку делал я хорошие колодки а мать говорит колодка развалилась сделай себе колодку я сделал грубая но хорошая плотная и она загадала если Игнатий прав то рой маленький был такой вылетел она посадила его в эту и пошла там через неделю а там все заполнено и мед течет она выкачали проходит дня 3 опять такого не бывало она пасечником работала в колхоев в Потеряевке шерстобитой Ксении Михайловной она мать второй помощник был из своих колодок 25 или 30 было мед всегда был всегда одно время было даже не знали куда рассказывает мать глиняный выкопано как сказать корыто и просто наливали чтобы глина не пропускает мед что-то оставалось и каждому по фляге фляга мне фляга брату Акиму фляги были и вот мы пошли с ней на урыв это сказать про мед закончить залилась колодка медом мать была поражена только выкачает опять только выкачает она говорит если Игнатий прав пусть Господь мне знак даст через пчел ничего тут такого нет но однако вот так было и мы пошли на урывку пришли там нету какой-то праздник было и старики ушли гулять тамошние кержаки ну гулять-то идти со своей кружкой надо выпить-то можно но только со своей кружкой чтобы не в помешку ну вот как лыковы там живут это вот такие же они были и мы обратно шли а мама-то все размышляла и тут не так еще нету и я запел какой я певец а как раз из-за бугра там не просто бугора общий такой рельеф там поднимаешься поднимаешься медленно-медленно и наконец потеряю и я там запел про это и мама там впервые склонилась на колени до этого просто кланялась поклонно совершала а тут прямо встала на колени и принесла покаяние потом я повез к священнику отец Трофим в Новосибирске довершил как называется меропомазание и все было отец не поехал венчаться он не расположен был ну вот так как как это было перевезли когда мать сюда ее мать здесь тоже усложненная была обстановка вот отец конечно ему обидно было что они его считали таким зазирали что дочь лучше а он такой кучерявый был кудрю мать другой раз у меня так волосы возьмет вот весь в отца я на отца и похож и волосы такие были вспоминая материна эти дела подвиги она была очень кроткая и только напомнили что-то где-то кто-то обижался она сразу все бросала и шла просить прощения просить помню наша племянница что-то она Стюра Алпатова ее сейчас нету она была Мельчакова что-то на мать на мать как-то видно что недовольна а тут прощена воскресенье мать пришла к ней она стирает она Стюра вот там говорили как-то хоть я не знаю еще как это что-то там такое мелочное ты меня прости а та нет не прощу что там было она говорит ты беременна да мало ли еще бывает ты прости тебе лишь а та что-то заортачилась и ребенок родился одного уха нету и он так без уха прожил вот у матери нашей на огороде все росло мы-то бегали огурцы огромные все говорили ну как у тебя все растет но щеснок не рос щеснока никогда не было сади не сади почему а щеснок хороший был и какая-то шла она там занималась волшебством была тетка-то Марья ты щеснок садишь то ой какой у тебя щеснок хороший все как языком слизнуло и сколько не садила больше не было никогда а так сажали и брюху и все 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 у нас было вот вспоминаю как мать защищала нас чтобы не давали уколы ты сынок убеги я убегаю учитель пришел и давай искать тут где мы картошку копали я в канаву спрятался под травой и не шелохнулся и учителя того нету и канавы той нету а уколы не давали все у нас сохранилось и вредное было то вот и вот у нас там поселился был юноша один дружинин его отец подполковник милиции Геннадий Петрович он обозлился на нас везде стращились с жалобой там просто пачками а ничего не принимали от него видели что он дурит как говорится там корешок хрена выкопает на трехлитровую банку спирта ну и однажды мы тут собрали денег как коров там кто продал свинью чтобы пруды углубить ну и привезли два бульдозера это деньги большие стали работать он узнал ему надо остановить работу а сам же здесь около сына вот злодей же все таки в Ренинском районе города Барновола работал я там вел занятия мне сказали он сквалыжник такой всегда был и вот он оделся в форму пришел встал посреди это южный пруд нельзя тут копать эти вылезли бульдозеры почему а там стратегический кабель на дне может быть какой стратегический кабель в околке в околке ну смешно ну они не стали мужики ну стоит на пути и все и когда они машины-то свои погнали за ними приехали обратно он прибежал тогда видимо тронуло его прибежал упал перед матерью моей говорит Мария Егоровна прости меня что я наделал да сам черт меня туда принес черт чертом обозвал свои действия вот что я наделал это же ну и вскоре он и мой инсульт и умер вот такое а мать да ладно Геннадий Петрович да ладно ну что уж сделаешь вот мне надо в район ехать я подойду к маме встану на колени уклонюсь на свои колени перед ней она уже болела мам благослови она руки положит на голову и благословит езжай сынок мы стали колодец копать и вот ума хватило на старом месте подумали легче этого никогда нельзя делать ну не знали это стали копать и когда метра четыре углубились в это время трещину дала земля земля видно что тронулась а раз тронулась она вся туда пойдет нужно срочно ставить струб а струб то как ставить то когда не докопали до конца мы решили так вертикально ставить доски и раскреплять а кто полезет туда ну подумали кто неженатый там разведенный Павел брат я полезу а мы маму позвали она увидела трещину и говорит детки я же говорила не надо когда она говорила я не слышал но она все тогда ладно подождите ничего не делать она свои там эти акафисты каноны в кожаном переплете собрала и пошла там комнатушка была у коровы дома то не было еще и стала молиться помолилась подошла и говорит копайте закрепите хорошо и копайте то есть мать была всегда советчица во всех делах помню как я их маленько обманул мы шли шли три женщины на Карповку а там бор 10 километров то ну и бабы между тобой разговаривают я слышу они говорят Марья да то ли опять брюхатая а мать смеется всегда улыбчивая такая была да ты то ли сдурела Марья да у тебя уж только ребятишек то ну сколько Бог даст даже отец то безрухи да прокормят как казахи говорят было бы барашек будет и травинка ну и мать рассказывала как садили они там лес в лесничестве там где то видимо работала не такие вот должны быть шишки то а должны быть целые иначе семена выпали а я увидел это а я сзади идут я размахнусь шишку то такую вижу как кину и они идут а она перед ними раз на землю упала мать вот только говорили смотри какая шишка то хорошая а мне это очень интересно ну там какой я был то может быть лет семь я они шишку мать рассматривали да рановато она оторвалась со сосны то но вот такая она бабоньки должна быть там ассамьяхим как они смолу добывали это то что я запомнил маленький вот приехали мы когда я познакомил Надежду Василину привез вот она рядышком сидит ее как-то показать нельзя плохо сдвинется ой машет рукой не хочет ну ее полюбили все понравилось я привез сначала показать ее а тут дядя умер как раз на похороны дядя Степан отцов брат и вот они у нее мать Агриппина Евсеевна была вот именно какие Агриппина и Евсеевна ну найдите Агриппина и Евсеевна ну Марья Ивановна такой знает везде Марья Ивановна анекдот просто Марья Ивановна вот а это Агриппина и Евсеевна теща моя и вот ну ни разу нигде она меня не огорчила нигде вот как они умели делать вот что не так она прямо нас съедает Надежда Васильевна да что ты да разве можно так скажет моя мама Надежда Васильевна любила и никогда не заступится за меня да явно видно что Надежда Васильевна не права она скажет у нас все родня здесь она здесь одна да да прости ее что не так здесь сделала их никто не учил нигде они никакого не проходили курса ни одного а знали теща за меня а свекровка за сноху и этим они все сглаживали вот при мудрости их удивляешься помню мама уже под старость была научилась считать и считала с очками потом зрение еще хуже она вторые очки наденет а мухи между мячками я подойдут там муха прогоню у меня между очками тут не могу их выгнать никак это вот что вспоминается молитвы вместе когда у меня день рождения был день ангела назывался то мать напишет пирогов и на другой деревне бабушка жила одна она знала как молиться и мать скажет отнеси и помолись с ней канон ангелу-хранителю пирогов даст мне сумки наложит там ну ясно дело что тебе довольны это и я доволен и так мы к этому привыкли потому что ну как сказать это же очень хорошо ангела поблагодарил целый месяц год тебя терпел мать скажет вот тогда были декретные отпуска декретный отпуск до родов ни одного дня нету ни одного не давали а после родов там может три или четыре дня все вот сравните с сегодняшними и вот даже вспоминать страшно как-то я с мамой пилю двуручной пилой а козлика не было или что-то на полу согнутая она потом сынок у меня что-то живот заболел ты пока отдохни маленько я маленько тут посидел я хорошо слышал слышу там у нас сарайка корова из шпала сделана была для нее зимовать где а я капканы поставил крысы бегают и ловил их крыса попала я схватил молоток и туда в дверь-то сунулся а дверь закрыта я не успел думать что а мать так слабая и говорит я тут девочку нашла так ты сбегай за бабкой кощихой не знаю как звать кощикина была и бабка пришла мы еще надо там уже сделали пилила родила вот какой же народ-то был помню она мать как-то разговаривала с какой-то женщиной тоже не знаем а я пробегал мимо лет пять уже было и она говорит Мария а у нас сначала деву были мальчики одна только девочка а потом подряд четыре девочки девочки еще не родились их не было это другая четверка-то и так баба говорит Мария тебе хорошо у тебя парни им немного надо да у меня девчонки купи то-то другое это одежи ты не наберешься я думаю как тело одно ничего не понял я но я понял я парень парни хорошо и на меня рубашонка одна и все я подпрыгнул побежал дальше и вот это врезалась в память парнем быть это хорошо а девчонка это хуже много на нее тратиться приходится и вот нечаянно мать где-то что-то скажет расскажет она вытаскивает чугуны там свиньям картошка варится еще что-то русская печь а топили то кизяком резали и она все помогала отец резать лопаты там соломы натолкут они высохнут а потом эти кирпичи ставишь они высыхают и очень жарко горят когда готовят мать что-то там сусло было сусло вот это мы брали с собой в корчину жить-то больше не на что нам было и вот она это готовит а я помню русская печь я любил всегда с пылу она на двух сковородах русской печи блины печет я стол подтащу рядом чтобы прямо сижу напротив выхода из русской печи а она на стол мечет вот это запомнилось где-то и бывает она это чугуны составит там это туда вот сюда надо отец зайдет ну составила тут ребенок обожжется ребенка и вот интересно ребятишек столько ни один не обжегся ни один не повредился отец над этим как коршун стоял нигде нигде подойдет и матери скажет вот я говорю что мы ни разу не слышали чтобы они ругались вот отец за дверь что-то она скажет она замолчала отец вышел все тема разговора закрыта никогда мы этого не слышали и она как бы теперь я вспоминаю что говорил отец пригонит скотину а мы не сделали а мы не сделали что он скажет вот это что скажет пугало что он скажет я по сей день не знаю ну скажет не сделали или там не так сделали а их ей сколько надо было она встает рано солнце только восходит летом а отец уже гонит коров с конца деревни дойти сюда а сапоги ему надо ботинки не может зашнуровать помню мы играли в мячик маленький как он попал в сапог видимо было или валенок отец надевал натянул а дальше он не мящик мящик говорил мящик то холера как он попал сюда и мать опять ему встягивает в сапог и здесь его надо было подоить корову пока отец подгонит тогда она нас будила отец то уже слышно как кричит эй коров коров выгоняй вот мать слышит а мы все еще лежим спим она старалась чтобы маленько подольше поспали ну еще соскочишь глаза не смотрят а надо идти дальше с отцом идти пасти а там же на поле можешь уснуть корову куда не надо сынок не спи смотри а то беда большая будет корову зайду пшеницу такой штраф дадут весь год будешь бесплатно работать вот я вспомню мать непрерывно это в труде я на пенсию заработала какую-то поехала во фронте в школе уборщица после 60 лет вот так что тут сказать еще ну как будто бы больше еще не помнится наша обыкновенная жизнь искорченная прихожу у меня интересно была страсть к чистоте дома там где-то не убрано ребятишки поменьше меня я там в пятом классе 12 километров и я бегу бегом первый всегда первый только шагом через Андрея Шенлок перейти вода а дальше опять бегом бегом 12 километров мать скажет вот Игнать это придет вы давайте убирайтесь а то нам попадет опять а кого они там уберут я теперь начинаю щуланчики все разные выметать сразу начинаю мух травить там наверное полкилограмма мух на только потравлю такие были листики бумага бумажная такая рыхлая бумага и муха большая нарисована и туда маленько сахарку и поставишь они прям дохнут 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 и все это надо было собирать вот это ну хорошо запомнилось а когда где-то в поле были мать не пасла никогда отец пас это его работа поле там на поле тут я уже хозяин мне трудно было подсказывать я знал больше их всех любил птичек вот как пишет Спиридон Кисликоп у меня точно такое же детство было вот я вчера послушал опять его возобновил в памяти и вот когда меня в армии арестовали я уверовал поместили там 301 военный госпиталь на психиатрическое исследование вот ничем закончилось оно и мать моя туда представьте себе с Потеряевки одна и туда прилетела приехала на поезде и пробилась и мы с ней встретились и говорить ничего нельзя было потому что я знал или подслушивает если бы посчитали что я ну просто нарочно это делаю то штрафбат было но я уверовал крепко стоял и всем говорил о Боге и мама прилетела туда я матери доставил много скорбей вот этим делом что она в Латвии за меня я уверовал я просто там еще Евангелия не было в армии я посмотрел Виктором Юго фильм по его роману Отверженное Ле Мезерат и она туда прилетела никому она больше не летала а только ну ко мне так заботилась помню отразец нас 4 километра а ночью поезд идет я возьму с собой ружье у меня ружья были везде ну заряжу патрона 3 возьму и дорога и мать идет обратно я ей отдавал заряженное ружье она шла домой я показывал как стрелять и в темноте бывает выстрелю еще и она вставала и помню было так сильно тоже опечалилась она я учился в техникуме а мне надо было ну какое-то время пройдет и возвращаться обратно и отправляли на практику в горы в восточно-казахстанская область за Лениногорск в горы туда а тут что-то было сейчас я толком не знаю что-то отец недовольный был то другое я решил уехать уехать и не попрощался а спал я всегда на улице и оттуда встал и уехал а мать так пришла ночью а меня нету и она сразу же собралась и поехала в Барнаул меня искать где я был на квартире вот сколько-то уже я три раза насчитал это из-за меня но когда потом ей вернулось все теперь Евангелие я привез домой она не знала Евангелие она через меня обратилась я в Златоусте говорю тут бывает земля необработанная и на ней ничего не растет а бывает ну она буйно растет трава, крапива где крапива растет это плодородная земля и вот если человек такой обратится к Богу он как говорится ни рыба, ни мясо он там был никакой книжник наученный Царству Божию подобен кому? Царство Божие книжнику который выносит старое и новое вот у меня это было так ну вот что сказать когда она тут болела наказ давала уже лежала совсем больная 86 лет ей было и она наказала дети живите мирно у нас не было что-то как обычно смотришь там сбежавшие из ада она ему говорит я люблю тебя сынок я тебя мама тоже люблю у нас этого не было мама мы тоже не звали а мамка как будто грубо Паша, Пашка Павлик не звали Пашка вот Танька тятька тятя, тятька как-то с этим как будто бы грубо а на самом деле это нормально для нас было а мать отца своего золотятинка тоже рассказывала как жили как работали она главное что никогда не роптала и вот она нам рассказывала как они маленькие были некто этот колхоз уже вступили они едут на пашню а еще раскулачивания не было и они едут туда и говорит видели вот там под березами стояли они в очередь с кружками с чашками им наливали а они едут свое все у них все свое охота была вот так в очереди постоять вместе со всеми за этой за порцией кашки там или валанды все там давали это она вспоминает это она вспоминает как были когда бежали в Казахстан вспоминали какие там люди хорошие выправили им документы они уже с документами когда вернулись паспорта здесь не было а тогда сохранили все это бежало помню у нас было два две собаки Марс большая видно Кавказская Овщадка и купил отец Соболь звали белая какой породы не знаю но они похожи белые совершенно а по росту одинаковые огромные такие и они дрались никто никого не мог победить ну и старший мой брат Самуил на 5 лет старше он отвязал его поездил на Марсе в Санках а потом его а тот вырвался и убежал убежал и что интересно куда убежал-то купили-то его на Карповке или у лесника около с той стороны Бора отец пришел собаки нет он очень был недоволен и мать сразу же собралась я пойду идти да куда ты пойдешь тут зима это другое я пойду идти отпусти он сильно раз недоволен и она ушла ну иди тогда с Богом и она ушла и оттуда на поводке привела собаку как он дорогу нашел никуда не делся кабель-то вот это она старалась всегда погасить что-то где-то не так она первая стремилась прийти и прости Христа ради вот у отца были недобрые отношения из-за того что я к Богу стал приближаться а дядя первый пришел к Богу Степан он старше был отца вот очень такой крепкий мужик был и грамотный и вот вспоминаешь о том какие отношения были у него с матерью вот все где-то что-то не так она прости Христа ради а дядя умел там лить эти галоши сам делал там как-то мы к нему обращались и он помогал а когда дядя тоже стал молиться знать где священство и через него и мы узнали о священстве и вот ложатся когда спать я не знаю мать меня на этом научала или как я к дяде бегал ночью вот это стремление помолиться вместе вот оно уже тогда было ну был большой примерно в девятом классе я любил всякую птицу у меня один раз пришлось селекцию делать убрать только 300 голубей 300 сколько же их было вообще у меня не знаю вся крыша всего и скворечников было а тут всего ничего как садок небольшой был 123 скворечника мать недовольная была когда скворчат а скворцы летят пчелы летят они их ловят и едят ловят и едят и они много ну скворцов-то туча просто сынок так ведь они всех у меня пчел сидят а я ничего скворцов жалко но я же не знал что они будут есть ну как нам быть то вот думаешь как быть то как скворечники скворцов поубивать никак никак я этого не знал вот это вот воспоминания мои о матери как вечной труженице всегда она заботилась в школе когда плохо учились или что-то мы не учились все хорошо я ходила а она узнавала как мы ну так надо было чтобы родители приходили а потом мы уже показывали такие буквы она ничего не знала помню отец стал ходить в школу а потом пришел ну сходил то несколько раз пришел а тетрадь запачканная маленькая а наши девчонки узнали а он говорит это Мария стряпала тесто тут попало ой как это тесто Мария и то другое а я желанчиком воробьев еще ловил да в комнате напущу их ну вот все это и все как-то мирно мы никогда не слышали что родители отец с матерью там роптали что-то ничего нету как будто все было в магазин пойти что-то взять яйца надо было куриные и отнести и тебе дадут бартер был денег нету совершенно нету а бывает что-то надо пуговки иголку купить и вот это вот было мать все нам старалась получше сготовить мы в Хорщино учились а старший брат себе брал больше он высокий рост а у нас 5 братьев я самый маленький ростом метр семьдесят два а те там метр восемьдесят больше и он встанет и он встанет ну давай смиримся а кого мерить видно что я ему подмышку-то ну и вот не давал наверное мне есть я меньше всех вырос мать скажет не обижай поровну что было ну какое там поровну матери воспоминания вот такие близкие исповедовалась я она у старобрядцев такого умерла белокринитская иерархия я привозил священника думного отцу Николу он ее исповедовал а отцу тут уже храм сделали молимся брат ее сын отец таким священник но православный то есть после Никоносской уже как они зовут Никоньяни вот и мать все время сынок обратитесь в эту веру и теща тоже говорила считали кроме старобрядчества нигде покаяния нет а нас там заедали Евангелие не принимают вот ну так вот молились похоронили ее она исповедовалась пособоровалась и отошла ко Господу кладбище рядом теперь всегда когда родительская там суббота батюшка туда идет молятся у нас кладбище красивое березы я и там скворечников навесил раньше и на дороге по дороге идешь когда и тоже там березовые маленькие такие колки и везде-везде скворечники мои были было здесь ну вот все да упокоит Господь в обителях небесных всех православных христиан и родителей наших Тихона и Мария и братик ее Макара Филаретта и Мануила и дядя Степана и Анастасия и тетку Пелагею и отца ее Наума это наше родство которое отошли ну и братья Самуил и Иосиф ну знаете как молиться это сильно не веровали Богу нашему слава Анастасия sale анастасия Спасибо.